Лейб-мотив выставки, прошедший в не самый спокойный год в офигевшем от экономических передряг Магнитогорске, был по замыслу организаторов таков – стимулирование продаж автомобилей и услуг. Позволю себе провести несколько другую формулировку – демонстрация фирм, выживших и успешных, на фоне прострационного торча остальных. Меня лично исключительно порадовало, исключительное же опять присутствие фирм, постоянно и достаточно грамотно проводящих свою рекламную политику. Их, связанных с авто, оказалось, естественно, немного, а точнее 6 штук. 6 штук фирм, достойно сохранивших свои места на выставке, которую многие посчитали первым во время чумы. Но чумы-то нет. Есть генетическая забитость магнитогорцев, провинциальная трусость и обыдление, хроническое желание получать зарплату и лень ее зарабатывать. Что, больно и по больным местам? А как иначе? Шоковая терапия 92-го замела результат. Мы получили все то, что ранее считалось недоступным. Мы научились жить, желая многое, но мы не научились искусству потребления. Потреблять надо в разумных количествах, выбирая товар, а в нашем случае автомобиль надолго. Ведь меняют часто только одноразовые перчатки. Качественным товаром можно пользоваться и 5, и 10, и 15 лет. Вот только холить и лелеять его надо достойным образом. Вовремя меняя акустику, головное устройство, тюнинг, например. Ведь в английском сокращенном автоязыке слово «tune up» означает подгонку вашего автомобиля до состояния нового. В случае с автоакустикой и аксессуарами даже до состояния лучше, чем новое. Мы можем говорить о том, что на рынке автомобилей, представленных в городе магнитоводческой, да и в России преобладают новые машины, да? Но с никаким звуком и с никакой звукоизоляцией. Можно ли их доработать из-за недорого? Сделать все это можно. Можно, соответственно, установить дополнительные опции, такие как DVD, навигация, камеры заднего вида. Дополнительная шумоизоляция. То есть тот дешевый автомобиль, который вы приобрели, ну, скажем так, удешевленный для России, может через некоторое время стать и супер навороченным? Да, можно это все сделать, можно довести до ума. Потому что на рынок автомобиль поставляется для среднестатистического клиента. То есть кому-то устраивает и штатный вариант музыки, кого-то устраивает и недостаточная шумоизоляция. Мы, соответственно, можем предложить клиенту полную шумоизоляцию салона. А сабвуфер воткнуть? Сабвуфер, да. То есть в силу того, что название обязывает, сабвуферов у нас очень много. И насколько это доступно? Ведь вы же сейчас имеете все свое. Очень доступно, ну, скажем так, средний аппарат, среднего качества, обладающий монитором 7-дюймовым, экраном тачскрин, DVD-проигрывателем, радио, навигацией, USB, Bluetooth. И плюсом стоит на сегодняшний день порядка 15 тысяч рублей. И, конечно, тема низких цен. Возможность альтернативного, более дешевого подхода к обслуживанию жизненного цикла вашего авто. Тема эта, грамотно развитая, позволяет вам реально экономить практически ежемесячно несколько тысяч рублей. Но если вы вовремя меняете фильтры, например, не гоняясь за оригинальностью, и здесь фирма китайские силовые машины может предоставить их из запаса со склада в Магнитогорске. Дешевый оригинал и сделаны уже в России дубликаты. Ну и запчасти китайской техники, которая надежнее российской в разы. Конечно, при условиях грамотной эксплуатации. Нам исключительно радостно за то, что большинство, а их немного наших друзей, осталось на плаву. Китайские силовые машины доказали свою же участь еще и тем, что великолепно ездят все те машины, которые вы продавали, и также обслуживаются. Обслуживаются где? Сейчас мы открыли новую базу и также продолжаем ремонтировать наши китайские самосвалы города Магнитогорска. И в этом году мы открыли новое направление нашей компании. Это Экофил, отечественный производитель фильтров и фильтрующих элементов. Эти фильтра подходят как для китайских, корейских спецтехник, но и рассчитаны на легковые автомобили отечественные и грузовые автомобили отечественные. Вы всегда можете прийти к нам в офис, и мы с радостью подберем вам любой фильтр на вашу технику или автомобиль, и будем в дальнейшем с вами всегда сотрудничать. И вот она радость моя. Вот та единственная фирма, позволившая себе создание и прокрутку полнометражного документального фильма с пробегом 8000 километров. Это Таяма Авто. И это ничего, что репортаж о выставке несколько типа запоздал. Мы не новостники, нам надо осознать суть происходящего. Так вот, суть ближайшего будущего мы вам намекнем. Примерно через месяц Россия стартует к совершенно другим ценам. Но уже сейчас японские праворукие и крайне надежный автопром предлагают отштамповать 12-значный ВИН-код, в котором первые 7 знаков – это страна, код автомобиля, место сборки, а остальные 5 – это всего лишь номер в серии, прямо на границе. За цену любого достойного внимания автомобиля можно привезти 2, а то и 3 более достойных машины в правом руле. А оптика для прохождения ТО под наш кривой стандарт доводится простой наклейкой фольги с апонлаком. Продающимся на сковородке за 15 рублей. Но Таяма Авто – это сейчас еще и контрактные запчасти и масла самого крупного в Японии производителя – Идемицу. Ну, место лучше, чтобы представить. Настоящие японские масла, наверное, не придумаешь. Выставка все-таки, да? Вот эти масла, чем они отличаются от других и кто их производит? Ну, отличия от оригиналов практически нет. То есть, если мы возьмем, допустим, фирменные масла, которые представлены на рынке с этикетками, допустим, Митсубиши, Ниссан, Тойота, производят ли эти производители автомобилей масла? Нет, масла они не производят. Производит их основная компания в Японии. Название ее – Идемицу. Идемица является основой всего. Основой оригинальных масел, как для Тойота, для Ниссана, для Хонда, для всего. А по цене, сколько сейчас эти масла стоят в Магнитогорске? Масла для тех, кто предпочитает свой оригинальный японский автомобиль с замечательным правым рулем, который пытаются зачем-то запретить залить, ну, хорошее, допустим, моторное масло, либо поменять масло в коробке автомата. Идемица – базовая фасовка 4 литров минеральное гидрокрыкинковое масло стоит от 650 рублей за 4 литра, полусинтетика от 800 и синтетика от 1150 за 4 литра. И где мы все это можем приобрести, если мы захотим приобрести в промышленном масштабе, куда обращаться? Салон магазина и центральный офис ТМ-Авто находится по адресу Московская, 5. Установка химчистка в здании администрации 1-й этаж. Японские автомобили с правым рулем заслуженно пользуются популярностью. И будем надеяться, умельцы в Японии и умельцы, услугами которых вы пользуетесь в Владивостоке, придумают, как в конце концов обойти этих регламентов. Но если люди купили себе японский автомобиль и хотят его дальше эксплуатировать, что вы предлагаете? Предлагаем обслуживаться в ТМ-Авто. Можно ли приобрести коробку БУ? Можно ли приобрести двигатель, если что-то случилось? Крупные контрактные запчасти типа двигателя внутривозгорания, коробки автомата, вариаторов мы привозим на заказ. Вообще, по сути событий, происходящих на памяти тех, кому за 35 можно сказать. Но повезло нам офигеть как. Мы видели море перемен, но не искупались в море крови. Мы должны были дважды быть свидетелями распиаренных концов света. Будем надеяться, проживем и третий. Экономику самой большой страны на нашей памяти сносило раз пять. Но мы сохранили рассудок и прагматизм. Мы научились выживать, научившись говорить банкирам правду, глядя прямо в глаза. И эти алчные особи, алчно покусывая нас беззубыми слюнявыми звонками, понтами и смс-ками, оказывается, могут подождать свои сверхприбыли, которые мы им естественно принесем. Поэтому смысл существования есть. И есть надежды уже не на светлое и безоблачное, но на прогнозируемое будущее. И прогноз на год следующий. Выставки такого рода, безусловно, будут быть.